Привет! Мы с вами находимся в Красносельском районе, рядом со станцией метро Красные Ворота и Садовым кольцом. И здесь от Садовой Черноградской улицы, Садового кольца, как раз часть Садового кольца, и до Алексеевской железнодорожной ветки на перегоне Курского вокзала Каланчевская проходит Камутовский тупик, который соединяется с пешеходным мостом, через железную дорогу Алексеевскую, с Басманным тупиком. То есть пешком можно пройти дальше по мосту, через мост, дальше Басманный тупик, дальше там новая и старая Басманная улица находится, справа и слева можно пройти. Ну а машина там, естественно, по мосту не проедешь, он не автомобильный, только пешеходный. Раньше, наверное, был автомобильный, но сейчас только пешеходный, там такие надолбы стоят, все железные, поэтому там не проедешь. Для машин только он тупиковый, для людей нет. Ну, такой небольшой тупик, двухстороннее движение автомобильного транспорта, по одной полосе в каждом направлении, длина его всего 200 метров. Назов был в 19 веке. Вот. Ну, очевидно, по фамилии одного из местных домовладельцев, Хомутов. Ну, и сейчас в переулке находится всего один жилой дом, два жилых дома, и оба пятиэтажных, по номерам четыре корпуса 1 и 2, построены были в 1959 году. То есть они не представляют интерес, такие типичные советские пятиэтажки. Но зато представляют интересы некоторые нежилые дома. Их тут около десятка. Это автохозяйство, финансово-хозяйственное управление мэрии Москвы. Владение по номерам 5-7 с несколькими строениями. Основано оно было еще в 1934 году. Ну, а здесь оно располагается в 1942 году. Но сегодня автохозяйство располагает производственными помещениями и цехами. Вместе с 13-ярусной крыльпи стоянкой автомобилей. На предприятии оборудована станция технического обслуживания автомобилей Audi, Volio Ford Hyundai. Обеспечение транспортом руководства города. Осуществляет это автохозяйство обеспечение транспортом руководства города и всякие организации, а также предприятия, больницы, поликлиник, арбитражного суда и разных других организаций. Рядом находится офисное здание под номером 5А. Причем это здание 19 века. Это бывший особняк Хлубова. Владение с начала 19 века принадлежало к князю Урусову, построившему в глубине участка каменный особняк, переживший пожар 1812 года. В 1840-х годах усадьбы владела и графиней Невдокии Толстая. В начале 1950-х годов принадлежал Ивану Мамонтову. С 1853 года усадьба стала собственностью семи текстильных пабрикантов Хлубовых. В 1854 году владение приобрел предприниматель и коллекционер древних рукописей Алексей Хлубов, который создал вместе с братьями текстильную пабрику в Егорьевске, в Подмосковье. При нем старый особняк был снесен, и в 1864 году построен вот этот новый, куда Алексей Хлубов приехал в свою семью. Это владение на долгое время дало имя переулку. До конца 19 века он назывался Хлубовским. Новый дом стал трехэтажным, при доме был сад, поэтому многочисленная семья Хлубова летом на дачу не выезжала. А здесь они жили как в саду, как говорится, как будто за городом. В саду также имел сарай и беседки. В этом доме прошло детство Варвары Хлубовых, замужской Морозовой, которая в будущем стала предпринимательницей и благотворительницей известной. После смерти Алексея Хлубова дом пришел к его сыну Василию, при нем дом стал музыкальным салоном. Здесь принимали профессоров консерватории, Китике, Корещенко, композитора Танеева, Дмитрия Мережковского, Соловьева и других известных людей. Выстраивались музыкальные вечера. Все дети Василия Хлубова, четыре сына и дочь также были музыкальны, любили музыку. В 1897 году с правой стороны дома было выстроено здание, ныне по номерам 7А, для конторы и квартир, но тоже отчинных Хлубовых. После смерти Хлубова в 1313 году в доме находил женский гимназий в Болицкой. В советское время главный дом занимала школа, впоследствии больница. Верхний этаж был настроен в 1350-х годах и соединен с флиголем-переходом. Вот такое интересное здание, наверное, самое главное в этом переулке. Также в переулке находится диспетчерская служба в Османного района, под номером 6-3, детский сад, два детских сада даже. Один под номером 6-3, детский сад, а другой под номером 10. Вот. Ну, кстати, такое интересное здание, вот уже недалеко от железнодорожного моста, здание под номером 10, детский сад, где находится. Построен в начале 20 века, архитектор Зибульский осамняк выставил для Люксембургского подбанного, члена торгового дома, имевшего дело с каменным углем и торфом, Камилла Германа Федора Транше. Он проживал тут с супругой Софьей до 1117 года. Вот главный вход сделан с угла. Такой портал с фронтоном планкируем гордорическими колоннами. Окна второго этажа разделяются ионическими полуколоннами. Классический брельеф с левой троцевой стороны с изображениями укрощения коня, воинами с хобьями и женскими фигурами с амфорами. Вот. Ну, еще также в переулке находится центральная поликлиника номер 3 МВД России, здание под номером 7А. Вот такой переулочек, где, я думаю, имеет смысл побывать. Такой он довольно уютный, небольшой, держение здесь, конечно, минимальное, так что вполне можно посмотреть. Кстати, с моста открывается такой красивый вид на железную дорогу и красивый такой дом в Османном тупегу большой построен. Я про него рассказывал уже, когда мы там встречались. Вот. Так что посмотрите. Все довольно красиво. Силь конструктивизма такой большой. Красивый дом. Вот. Ну и доехать, слушать, про Красные ворота и дальше пешком недалеко через Садово-Черногрязскую улицу. Вообще, Страспорт, конечно, здесь не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы. Садово-Черногрязь. 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 Садово-Черногрязь.